Доброго времени суток! Мы на канале компании «АвтоСтронг» – одного из крупнейших поставщиков запчастей в Республике Беларусь. У нас быстрая доставка, качественный сервис и огромнейший выбор запчастей. Обращайтесь к нам! Здесь мы рассказываем всё о БУ запчастях. Сегодня мы расскажем про популярный мотор 2.0 TDI, который подорвал веру поклонников Audi в дизель и соответственно подорвал их бюджет. Это двигатель с насос-форсункой 2-го поколения. Про первое поколение смотрите в нашем прошлом видео. Напомним, двигатели первого поколения появились в 1998 году. В 2004 они пережили модернизацию, получили два распредвала и 16 клапанов. Этот мотор с Audi A4 мощностью 136 лошадиных сил также ставился на Volkswagen, Seat и Skoda. Его закупали Mitsubishi, ставили на Grandis и Outlander под брендом D-ID. А теперь о проблемах. Этот мотор голодает. Голодает маслом. Почему он голодает? Мы расскажем в конце разборки, когда доберемся до проблемного узла. Первой жертвой масляного голодания становится турбина. Здесь мы уже видим подозрительный поперечный люфт. Напоминаем, что в турбине не должно быть продольного люфта. У нас его нет и должен быть незначительный поперечный люфт, но здесь он значительный. Итак, поехали! Одним из первых с нашего мотора был снят клапан EGR. Судя по состоянию загрязнений, клапан не доставлял никаких проблем. То есть загрязнения здесь присутствуют, но они не критичные. Здесь же находится и заслонка, которую обычно называют дроссельной. Но так как дизельный двигатель в дросселировании не нуждается, эта заслонка ограничивает поток воздуха, чтобы двигатель получал нужное количество отработанных рециркулирующих газов. Воздух поступает сюда, здесь смешивается с отработанными газами и вот отсюда выходит в двигатель. В механизме заслонки используются пластиковые шестерни, которые находятся вот здесь. Они обламываются при попытках электромотора открыть заклинившую от нагара заслонку. Вдобавок электромотор заслонки может тоже перегореть. В двигателях с насос-форсунками используются только усиленные ремни ГРМ. Они обладают эластичностью и предательски не растягиваются как цепи. Обратим ваше внимание, что на данном моторе распределы не только открывают клапаны, но и давят на насос-форсунки. Соответственно, механизм ГРМ испытывает большее напряжение, и ни одна цепь такого напряжения не выдержит. Мы начали вскрытие нашего мотора и сняли клапанную крышку. Для начала напомним, как работают двигатели с насос-форсунками. Здесь нет насоса высокого давления, и давление впрыска топлива формируется именно форсункой. Обратим внимание на эти большие массивные роликовые рычаги, которые давят с большим усилием на насос-форсунку. В свою очередь они приводятся в движение дополнительным кулачком на выпускном распредвале. Распредвалы здесь крепятся общей рамой. Давайте пройдемся по некоторым особенностям. В отличие от первого поколения, здесь насос-форсунка держится двумя болтами. Вспомним, если в первом поколении одним болтом и она расшатывалась, потому что большое давление и разбивало посадочное место, здесь этот нюанс убрали. И соответственно здесь размещены четыре свечи накаливания. У нас мотор свеженький и снаружи, и внутри. Никаких отложений нет. И распредвалы без износа. Распредвалы не пострадали, а вот вкладыши пострадали. Скорее всего, не обошла стороной этот мотор его главная беда, и масляное оглодание случилось. Насос-форсунки в этом моторе ходят не более 200 тысяч километров. Соответственно, пользуются большим спросом. Эти насос-форсунки можно либо восстановить, либо купить за бешеные деньги новые, либо купить бэушные в отличном состоянии в компании «АвтоСтронг». Вот такое должно быть состояние цилиндров. То есть хон присутствует, никакой выработки еще и блестят. Но есть нюанс. Мотор очень тяжело прокручивается, и слышно обручание цепи маслонасоса. Будем разбираться. Мы сняли только что поддон. И что мы видим? Маслонасос и модуль балансировочных валов. Как это все работает? Вот эта цепь приводит в движение один балансировочный вал. Этот балансировочный вал путем шестерни приводит в движение второй балансировочный вал. И этот балансировочный вал приводит в движение маслонасос. Так вот, походу у нас здесь весь букет неисправности данного мотора. Вот я проворачиваю коленвал и видим, что звездочка балансировочного вала не двигается. Не поверите, но это типичная проблема для данного мотора. То есть стачиваются звезды и разрушается натяжитель цепи. Сейчас посмотрим более подробно. Проблема номер один. Стачиваются зубья на звезде, которая установлена на коленвале. Соответственно, не приводится в движение модуль балансировочных валов и маслонасос не работает. И проблема номер два. Изнашиваются грани на шестигранном валу. Соответственно, он проворачивается и маслонасос перестает работать. Если эта проблема решается заменой вот этого вала, который стоит рублей 15, то наша первая проблема решается очень большими деньгами. Проще купить контрактный мотор хороший в «АвтоСтронг-М». Не на всех моторах 2.0 TDI стояли балансировочные валы. На «Гольфе» их не было, а на моделях «Ауди» и «Пассати» они были. Мы убрали проблемный узел, но коленвал до сих пор вращается с трудом. Разбираемся дальше. Вот она проблема. Вкладыши задрала, провернула и вот таким образом мы получаем клин двигателя. Мы видим, что на нижней головке шатуна есть очень большие задиры. Как в народе говорят, шатун у нас ушатанный. Если посмотреть на сам поршень, то здесь в принципе с первого взгляда без замечаний. Кольца не закоксованы, графитовое напыление присутствует. Но если присмотреться чуть ближе, то мы видим задиры. Соответственно, можно сделать вывод, что масляное голодание у нас началось невзначай. Да, это просто очень плохая ситуация. То есть проблемы с шейками, с вкладышами и этот коленвал отправляется в утиль. Разборка закончена и мы наглядно показали, почему этот мотор 2.0 TDI подорвал веру многих ваговодов в дизель. Именно такие косяки случались на моторах до 2009 года на Audi. Если не дай бог у вас случилась такая ситуация, то компания «АвтоСтронг» быстро, качественно и с доставкой поможет вам ее решить. Потому что капитал будет стоить очень дорого. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети, ставьте большой палец вверх. Пишите в комментариях, какие видео вы хотели бы видеть в наших следующих выпусках. Покупайте у нас только хорошие качественные запчасти. С вами была компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг» «АвтоСтронг»